Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уголовное дело на подростка, которого подозревают в организации коллективной расправы над шестилетним Егором Антиповым, заводить не будут. Не самая радостная тема в преддверии Дня защиты детей. Инцидент произошел прошлым летом в поселке Новосемейкино. Семеро несовершеннолетних связали и жестоко избили мальчика, с которым еще вчера вместе играли на детской площадке. Материал скандального дела разбиралась Алина Чемерес. Эксклюзивный репортаж. Я все время боюсь. Теперь я даже роботов боюсь. Мне в последнее время такие сни снятся, такие сны, что меня какой-то круглый робот хочет захватить. Но все время меня защищают животные. Шестилетнего Егора почти год мучают кошмары. Мальчика избили соседские дети. В тот роковой день его мама, вернувшись с работы, не обнаружила сына дома. Поиски не принесли успеха, но вскоре мальчика на улице заметила соседка. Я его привела домой. Ну, так как он грязный, сразу ванную мыть. Начала мыть, а у него везде синяки. Погода холодная была. Вот он гулял в теплых штанах, в кофте. И поэтому, ну, если было майки в штанах, я думаю, что сильнее синяки бы остались. Вот так выглядел Егор после избиения. Ссадины и кровоподтеки по всему телу. Что стало причиной конфликта, до сих пор непонятно. В тот день Егора выследили, связали и отвезли на место расправы. Над ребенком издевались вот здесь, на этом месте лежали тюки сена. Они были связаны веревками, одной из которых к ним и привязали мальчика. Экзекуция длилась два часа. По словам Егора, каратели вон оттуда проложили дорожку из сена прямо к тюкам. Его хотели поджечь. Мальчика спасло лишь то, что сено было мокрым. Вот они убегали вот так, стреляли меня шариком прям по глазам. Мне по голове так больно было. Помог мальчику случайный прохожий, который спугнул участников расправы. Их нашли быстро семь человек. Среди них были и девочки. Организатором семья Егора считает Александра Москвичева. Ему на тот момент было 15 с половиной лет. Но его мать Алина Майданюк утверждает, что сын весь день сидел дома. Он не избивал ребенка. Это глупости, ложь, клевета. Утром он выходил с ребятами, пообщались там, съездили на велосипедах, покатались. И с 11 часов он был дома весь день. Разбирательства по делу об избиении Егора шли в Красноярском суде. Для возбуждения уголовного дела причин не нашли. Суд постановил только взыскать с нарушителей 40 тысяч рублей. В основном все несрашнолетние подтвердили, что Москвичев Александр был на месте преступления 22 июля 2015 года. Именно он привязывал руки шестилетнему Егору. Именно он по его инициативе был привязан. Семья Егора намерена обжаловать постановление суда и требовать компенсацию морального ущерба, а также возбуждение уголовного дела в отношении зачинщика расправы. Но эксперты утверждают, сейчас главное не тяжбы, а состояние пострадавшего ребенка. Очень важна мудрая позиция всех взрослых и детей, которые совершили противоправные деяния их родителей. И, безусловно, родителя пострадавшего ребенка занять мудрую позицию, направленную на помощь этому ребенку. Но урегулирование каких-то взаимоотношений. И в этом смысле, наверное, нужна и профессиональная помощь. Я имею в виду помощь психолога. Психологическую реабилитацию Егор прошел. Своих обидчиков давно простил. Записался на самбо, ждет не дождется сентября, когда пойдет в школу. Говорит, учиться будет на пятерке, чтобы стать умным и сильным и в будущем защищать слабых. Если добро будет побеждать зло, тогда все в мире станут добрыми. Алина Чемерис, Станислав Левин. События. Более 50 человек эвакуировали из здания почты на улице Ленинградской в Самаре. Причиной стало возгорание в одном из помещений на третьем этаже. Такова легенда совместных учений самарских спасателей и сотрудников почтового отделения. В считанные минуты персоналы клиентов вывели на улицу. Главные, говорят, спасатели без паники. Тем временем к зданию 1882 года постройки стягивались пожарные машины. Тех, кто остался отрезан от выхода, эвакуировали с помощью автолестницы. Подобные тренировки проводятся два раза в год. Чтобы сохранить человеческие жизни, необходимо понимать, как действовать в подобной ситуации. Впрочем, говорит руководство отделения почты, риск минимальный. Здание оснащено всем необходимым. Присутствуют пустотные перегородки, пустотные перекрытия. Поэтому дополнительно здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой пожаротушения. То есть на каждом этаже имеются пожарные краны, пожарное водоснабжение регулярно проверяется, согласно нормативных документов. Николай Меркушкин вошел в первую десятку медиарейтинга глав региона в сфере ЖКХ. По итогам апреля 2016 года губернатор поднялся на две позиции. Рейтинг составляет компании «Медиалоги» на основе базы средств массовой информации, включающей более 30 тысяч источников. Это телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Сегодня в Самарской области идет работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Соответственно, растет и число позитивных публикаций в прессе. Развивается государственное частное партнерство, привлекаются федеральные инвестиции, а также активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. Заместитель министра строительства ЖКХ России Андрей Чибисов, посетивший недавно Самару, отметил, что в вопросе модернизации отрасли Самарской области является примером для других субъектов федерации. Программу экономического развития региона обсудили губернатор Николай Меркушкин и министр финансов России Антон Силуанов. Встреча прошла в Москве. На ней, в частности, речь шла о дополнительном финансировании программы подготовки Самарской области к Мундиалю и 50-летию выпуска первого автомобиля в Тольятти. Особое внимание уделили строительству Фрунзенского моста и новых станций метро, ремонту дорог, реконструкции набережной в Самаре, а также реализации в области федеральной программы по строительству новых школ. Не нужен на берег Турецкий. В Самару с визитом прибыла делегация из султаната Аман. Эта страна предлагает свои услуги в сфере туризма. Уверяет, что условия для россиян в самом демократичном среде арабских государств весьма комфортные. Подробности у аманских бизнесменов разведала Мариана Мирная. Пляжи, экзотика и яркое солнце круглый год. В качестве альтернативы Турции и Египту государство Аман предлагает россиянам свои курорты. Торгово-промышленная палата Самарской области пригласила арабскую делегацию рассказать о красотах заморской страны. Близость к Арабским Эмиратам, наличие Аравийского моря, пляжей, постоянный летний, можно сказать, сезон, большое количество солнечных дней, более 300 в году, позволяет организовать практически круглогодичный отдых на территории данного государства. Представители туристического бизнеса султаната Аман предлагают оформление визы за три дня, чартерные рейсы, правда, пока только из Москвы, и комфортный отдых. Сейчас в Аман приезжают около тысячи российских гостей в год. В перспективе цифра может вырасти в 10 раз. Для того, чтобы самарские жители, жители региона посетили республику Уман, нужно создать именно эти условия. Вот сейчас они, первая разведка боем, посмотрят, определятся. И если будут созданы как раз те благоприятные условия, это визы, это чартерные рейсы, это цена, и тогда житель или любой желающий может оценить, куда ему поехать. Если переговоры между странами пройдут успешно, Аравийское море и Аманский залив могут стать традиционными местами отдыха россиян. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Из Самары с песнями и сувенирами в Крым. Гумерский молодежный хор отправляется до гастролей в Солнечную республику. На полуострове артисты примут участие в концертах, в том числе и в праздновании Дня города в Севастополе. На репетиции хора побывал Олег Зверев. Концертом в Крыму артисты губернского хора готовятся с особым усердием. Их миссии достойно представить Самару на праздниках, которые будут отмечать на полуострове. Для художественного руководителя хора Владимира Ощепкова это уже шестая поездка в Севастополь, и каждый раз самарский коллектив встречали овациями. Как они, севастопольцы, мы на берегу давали уже концерт без баряков. Мы россияне, они, мы россияне. Вот это все говорит о том, какая наша поездка. Это поездка высоко патриотических наших чувств. В легендарном Севастополе хор выступит перед моряками Черноморского флота. Концерты пройдут в разных городах. Один из самых важных в День России. И на добрую память крымчанам сувениры и письма от руководства Самары. И, конечно, очень важно, чтобы вы рассказали о том, какой город наш прекрасный, какие удивительные люди здесь живут, работают, сколько мы в свое время сделали для того, чтобы город был индустриальной столицей нашей страны. Расскажите о том, какова роль нашего города и во время Великой Отечественной войны, и в послевоенное время. Это, конечно, очень-очень важно. Севастополь-Самарский хор приедет 4 июня в 6 утра, а уже в час первый концерт. Далее турне по городам и селам, в репертуаре более 50 песен. Есть фирменные хиты, специально Крыму от Самары. Мы поем песню про легендарный Севастополь, так как мы планировали. И также, я думаю, мы будем петь песню «Ах, Самара, городок» – это уже сложившаяся традиция. Мы в каждой поездке поем эту песню. Первый раз вообще туда еду, и хочется посмотреть красоты, хочется познакомиться с новыми людьми. Поездка продлится до 17 июня. В свободное от концерта время будет возможность отдохнуть на море и поближе познакомиться с Солнечной Республикой. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Зеленая зона на Новосадовой рядом с фабрикой кухни станет сквером. Сейчас территория рядом со стеллой борцам революции в генеральном плане обозначена как зона общественной деловой застройки. Чтобы сохранить деревья, эту площадку предлагают сделать зоной парков и скверов. Изменения в генплане обсудили на встрече с жителями, которая прошла в Центре творчества на улице Больничной. Параллельно идут и публичные слушания. Все жители могут высказать свое мнение, направив его по электронной почте или в письменном виде в департамент градостроительства. Самара планируется, что поменяет свой статус 17 площадок. Большинство поправок касаются зон жилищного строительства. Речь идет о разрешении обустройства на первых этажах домов, офисов, детсадов и почтовых отделений. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день экономически целесообразное строительство именно жилых домов, многоквартирных, многоэтажных, с размещением на первых этажах нежилых помещений, коммерческого и общественно-делового использования. В том числе возможны размещения не только чисто коммерческих объектов, а также и социальных объектов. Как в Самаре идет исполнение программы «Цветущий город», обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства. Программа рассчитана на пять лет. Она разработана по поручению главы города Олега Фурсова. В 2016 году площадь цветников в городе должна увеличиться на 24%, что составит порядка 23 тысяч квадратных метров. Если преображение газона вдоль дорог в парках и скверах заметно, то обустройство цветников во дворах идет медленно. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил ускорить работу и предоставить департамент точные данные. Еще раз повторяю, по вашим данным, районы доложили сегодня оформить цветочное оформление по всем видам на 91 тысячу. Желенхоз оформляет 20 тысяч в этом году цветочное оформление. Их видно. А где 91 тысяча цветов видна? Объясните мне. Вычлените, чтобы мы точно понимали. А квартальная придомовая территория. Где озеленение? Пока озеленители обещают превратить Самару в город-сад, в отдельных дворах сезон заканчивается слишком быстро. Цветы просто исчезают. Вопрос куда? Не пойман, но все же вор. На поиски лимонных тагетисов с улицы Осипенко отправилась Марина Коровцова. Сломанный цветок тагетиса – все, что осталось от некогда цветущего рая. Только пару недель назад газон вдоль улицы Осипенко украсили яркими цветниками, петуньями и бархатцами. Теперь же с одной клумбы цветы пропали полностью, с других – частично. Ольга Жарова была в шоке, когда увидела, как расправились с плодами ее труда. Я постоянно хожу здесь на работу. Мы сажаем в такую жару цветы, наоборот, в горы, чтобы было красиво. Все и такое вот. В недоумении и жители. Мимо не смогли пройти. Решили пожурить воров. Где совесть? Остановитесь. Жадность одолевает? Бестыжие. Эту табличку написали жители ближайших домов. Как крик души, протест против цветочного вандализма. Не только совести нет у расхитителей, но и уважение к людскому труду. Каждый цветочек из маленького семечка несколько месяцев растили в теплице. Потом высаживали на клумбу, чтобы они радовали всех жителей города. Теперь городские цветы, видимо, украшают чью-то дачу или балкон. Удивляют масштабы. С этого газона похищено около пяти сотен цветов. Сотрудники спицерям стройзеленхоза восстанавливают клумбы и подсчитывают ущерб. А ведь по плану в это время должны были украшать цветами другие улицы. В этом году цветы сажают не только в парках и скверах, но и просто вдоль улиц. Там, где большой поток людей, чтобы видели, что наш город становится чище, что наш город становится краше. Хотелось бы как-то призвать жителей все-таки ценить труд людей и относиться к родному городу, как к родному городу, а не к чужой сторонке. Нам здесь жить. И эти тагетисы должны были набирать цвет в питомнике. Но переехать на клумбы пришлось раньше из-за такого форс-мажора. Все движется по кругу. И так или иначе оно потом возвращается к нам. Соответственно, выкопав цветок, украв его, нарушив красоту и гармонию этой клумбы, по большому счету человек очень сильно вредит самому себе. Воспитывать людей, наверное. Ну а что с ними еще можно сделать? Охрану уже не поставишь. Не поставишь. Я тоже не знаю, как бороться. Я сама вот учу своих внуков. Даже вот мусор маленький, пока не несем до мусорки, они не выкидывают. А ведь вопрос не только в морали. Кража цветов, она и есть кража, независимо от суммы ущерба. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Дача с видом на помойку. Картина малоприятная, но, увы, распространенная. Чтобы бороться с этой бедой, районные власти проводят ликбез среди дачников. С председателями садовых товарищей сведут разъяснительную работу, заключая договоры на вывоз ТБО. Как это происходит в отдельно взятом Красноглинском районе, увидела Марианна Мирная. Дачник со стажем Сергей Зорькин показывает свои владения. Дача, говорит мужчина, место, где всегда что-нибудь делается, строится, совершенствуется. В Садово-Дачном товариществе «Восход» 110 участков. С каждого собирается 6 тысяч рублей за сезон. В эту сумму входит и ремонт дорог, и непредвиденные расходы. Сюда же включили и вывоз отходов, чтобы сохранять экологию зеленой зоны. В прошлый год я сделал для травы вот такое вот, видите, железное сооружение, это моя компостная куча. Поэтому ни одна травинка у меня не уходит куда-то вот вне дачи. Если говорим об обрезке деревьев, то опять же все ветки мы или жгем, опять же специально есть бочка у меня, и потом зола расходится по даче. На территории Красноглинского района 57 садово-дачных товариществ. С каждым заключены соглашения на вывоз мусора. Но все же иногда несанкционированные свалки возникают, что пагубно отражается на бюджете района. Наши бюджетные средства, которые идут на ликвидацию из-за того, что люди у нас организовывают, не хотят иногда довезти или донести до контейнерной площадки, до того места, где собирается мусор. Поэтому образовывается несознательность наших людей еще. Договор с подрядной организацией на вывоз ТБО вступит в силу с 5 июня. Мусор будет вывозиться раз в две недели. А уже через два дня на выезде из дачного массива будет организована контейнерная площадка. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Областной Минтранс опубликовал схему движения на участке московского шоссе от Кирова до улицы Димитрова. Напомню, перекрыть дорогу на три месяца намерено в ночь с 31 мая на 1 июня, то есть уже сегодня. Так, если вы едете по московскому шоссе в направлении из города, то необходимо проехать по кольцу на дорогу Дублер. Далее двигаться следуя указателям. Такая же схема действует и для водителей, которые едут по проспекту Кирова в сторону Новосадовой. Нужно проехать по дороге Дублеру, выехать на улицу Димитрова, далее на Молодежную. Напоминаю, что общественный транспорт также изменит свои маршруты. Подробную информацию смотрите на сайте городской администрации. Далее, коротко о других темах дня. По факту неуплаты заработной платы сотрудникам трех дочерних обществ ООО «Автовазагрегат» возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Как уточнили в ведомстве, с марта 2015 года эти компании имеют задолженность по заработной плате перед работниками. Ее размер свыше 44 миллионов рублей. До следственной проверки выявили факты нецелевого расходования средств. Всемирный день без табака отмечает сегодня вся планета. В Самаре подвели промежуточные итоги действия антитабачного закона. За 2015 год жители региона нарушили его почти 10 тысяч раз. Общая сумма штрафов составила около 5 миллионов рублей. Нарушения связаны с курением в неположенных местах. По закону денежное наказание начинается от 500 рублей. Если же гражданина поймают сигареты на детской площадке, сумма санкций составит от 2 до 3 тысяч. В сети появилось видео сокольих гор, снятые квадрокоптером с высоты птичьего полета. Они продолжают жигулевские горы на левом берегу Волги. Здесь расположены поселки Красная Глинка и Южный. По одной из версий название сокольих горы появилось благодаря наблюдавшемуся ранее гнездованию птиц семейств соколиных. Согласно второй версии, свое название они получили от реки Сок. Животные тоже хотят учиться. В Самарскую школу пыталось проникнуть семейство косуль. На занятия в 81-ю школу животные, как положено, пришли к 8 утра. Две взрослых особи привели детеныша. Прохожие не оценили стремление к знаниям рогатых и вызвали спасателей. Животные решили не дожидаться приезда бригады и скрылись. В приюте для пострадавших диких животных Национального парка Самарского лука новые обитатели. В заповедник привезли коршуна, которого нашли на дороге. Он лежал неподвижно, открыв клюв и высунув язык. Внешних повреждений у него не было. В приюте коршун оживился, съел свой корм. Наблюдая за ним, специалисты поняли – птица притворяется. Валерий с другими коршунами он ведет себя адекватно, но как только видит людей – сразу заболевает. Также в приюте поселились два лисенка. Их нашли в лесу еще слепыми. Теперь отпустить на волю малышей, выращенных людьми, уже невозможно. Им нашли новый дом. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». На летнюю Бразильскую Олимпиаду поедет еще один самарец. Боксер-профессионал Власов готовится к бою в полутяжелом весе. Баскетбольная Самара в новом сезоне остается в Суперлиге. Баскетбольный клуб «Самара» продолжит играть в чемпионате Суперлиги. Основной состав – молодежка в единой лиге, юноши в детско-юношеском дивизионе и первенстве России. Задачи клубу на предстоящий сезон поставят в сентябре. После формирования бюджета, комплектования команд по возрастам и появления регламентов турниров. Самарский боксер-тяжеловес 2 июня сразится на профессиональном ринге с украинским спортсменом. Десятираундовый нетитульный поединок между Максимом Власовым и Исмаилом Селлаха пройдет в Москве в рамках шоу «Гладиатор». Эти соревнования для молодых перспективных бойцов организовывает Федерация профессионального бокса России. У Селлаха на счету 23 победы, 18 нокаутом и всего два поражения. Власов выиграл 33 боя, 17 нокаутом и тоже дважды проиграл. Максим Телицын завоевал путевку на Олимпийские игры 2016 года в Бразилии. Это произошло впервые в истории академической гребли Самарской области. Спортсмен в Люцерне, Швейцария, стал чемпионом европейской регаты и выиграл финал квалификации на Олимпиаду. Ранее отборной игры прошли еще четверо спортсменов Самарской области. Андрей Юдин, прыжки на батуте, Семен Макович, плавание, Наталья Перминова, бадминтон и Сергей Сухарев, паралимпийское плавание. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ